МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Всем хорошего дня! Желаю я сегодня в пятницу, 8 декабря, в студии Анастасия Ивахненко. День обещает быть чудесным, хотя бы потому, что наступила пятница. А пятница, она всегда чудесна, согласитесь? И, кстати, даже гороскоп говорит нам, что сегодня день положительных вибраций. Убедимся вместе в нашей следующей рубрике. Астрологический прогноз на 8 декабря. Овны. Сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на эмоциональный багаж, который вы всюду таскаете с собой. Только вы решаете, когда отпустить прошлое, и только вы сможете воплотить это решение. При этом сегодня вам не стоит рубить сгоряча. Полнолуние нередко тянет на импульсивные поступки, о которых потом приходится жалеть. Лучше всего подождите, пока все факты не появятся перед вами. Тельцы. Какая мысль беспокоит вас больше остальных? О чем вы думаете в первую очередь утром и в последнюю очередь перед тем, как заснуть? Чем больше вы думаете о том, что у вас якобы не получается, тем больше препятствий будет появляться на вашем пути. Лучше настройтесь на положительный исход дела. Девизня. Делай, что должен и будь, что будет. Близнецы. Вам кажется, что это был не ваш год, и вряд ли что-то изменится за оставшиеся дни. Вселенная же хочет, чтобы сегодня вы просто постарались обрести покой. Сделайте это, несмотря на окружающий вас хаос. Отпразднуйте полнолуние, зажгите свечу, налейте вина, возьмите в руки любимую книгу. Находясь в режиме такого бездействия, вы дадите своему подзнанию время во всем разобраться. Раки. Вам слишком много раз разбивали сердце. Теперь вы можете либо закрыться из-за боли, либо поверить в невозможное и найти идеального партнера. Полнолуние в близнецах дает вам возможность, чтобы отпустить прошлое и освободить место для новых чувств и желаний. Львы. Будьте прямолинейны и честны сегодня. Говорите, что вам нужно, не опасаясь реакции окружающих. Если вы беспокоитесь о том, что это как-то слишком, будьте слишком. Мир просто смирится с этим. Если вас сильно беспокоят финансовые вопросы, перестаньте думать о них хотя бы на несколько часов. Девы. Задумайтесь о своей работе. Вы часто идете на компромиссы, многие стали этим пользоваться. Сейчас вам просто необходимо найти баланс, попробовать понять, что делает вас по-настоящему счастливыми. Весы. Не спешите заполнять пустоту в душе еще одной половинчатой любовью. Полнолуние, как правило, усиливают наши эмоции. Печаль может легко превратиться в меланхолию, а счастье ощущается как укол экстаза. Просто помните об этом и посмотрите, какие из ваших эмоций усилятся под лунными лучами. Скорпионы. Если бы вселенная могла ясно сказать вам что-то, но только одно, это бы звучало так. Вы на правильном пути и неуклонно движетесь к лучшей жизни. У вас есть сила и мужество, чтобы победить всех демонов и преодолеть все препятствия. Стрельцы. Вы устали. Устали играть роль главного персонажа в драме. Устали говорить друзьям и близким о том, что все время что-то не получается. Пришло время совершить масштабный сдвиг в сознании. Вселенная работает таинственным образом. Однако известно, что оптимизм заразителен и запускает серию событий, которые в конечном итоге помогут исполнить ваши самые сокровенные желания. Козероги. Никто не сможет вам назвать дату, когда все станет лучше. Правда в том, что вам просто нужно пройти через все это. Помните, что полнолуние усиливают все наши эмоции. Осознание этого облегчит ваш процесс принятия. Да и еще одна вещь. Эта ночь поможет вам осознать, что вы переросли некоторые своих убеждений и принципов. Водолеи. Вы всегда были свободолюбивыми. Вы не принадлежите ни одному месту, потому что весь мир является вашей обителью. Куда указывает ваш внутренний компас сегодня? Прислушивайтесь к вибрациям своей души, какие вам приходят идеи и что вдохновляет вас. Отправьтесь на встречу первым и последуйте за вторым. Рыбы. Сегодня вам нужно задействовать силу воли. Настройтесь на лунные потоки. Рыбы. Сегодня они как никогда могущественные. Наступило время сдачи и освобождения. Очистки эмоционального мусорного бака, чтобы вы могли начать все делать заново. Продолжаем нашу программу новостями от наших партнеров. А если быть точнее, то от новостей строительного холдинга K7 Group. Как многие из вас уже знают, в данный момент K7 Group возводит жилой комплекс «Алия». Напоминаем, это комплекс из пятиэтажных зданий комфорт-класса, который расположится в динамично развивающемся районе города Актубе, на пересечении южной объездной трассы и проспекта Алии Молдогуловой. А обо всех условиях покупки новой квартиры в данном жилом комплексе узнать очень просто, позвонив по трехзначному номеру 700. Именно сейчас можно совершить выгодное вложение в свое будущее, так как мы все знаем, что недвижимость – это лучшие инвестиции. А недвижимость на таких условиях, которые предлагает холдинг K7 Group, это еще и очень легко и очень удобно. Ипотека под 7% через отбасы банк привлекает многих актюбинцев, но есть и другие программы. Так, например, банк «Центр Кредит» открыл специальный ипотечный офис, где специалисты банка совместно с K7 Group дают полную информацию. Находится центр по адресу проспекта Алии Молдогуловой, 45, в здании банка «Центр Кредит». Если для вас актуальна эта информация и вы давно мечтаете приобрести себе недвижимость, выгодно вложить свои денежные накопления и не ошибиться при выборе той самой квартиры, то вам точно стоит обратиться в K7 Group. Напоминаем, офис компании расположен по улице Газизы Жубановой, 13D. Телефон для справок 8 747 207 0404. Что может порадовать наравне с покупкой новой квартиры? Конечно же, новая мебель. А в дополнение ко всему этому, еще и избавление от старых, ненужных предметов, особенно перед Новым Годом, может подарить чувство радости и спокойствия. Ведь жилое пространство должно быть отражением вашего личного стиля и источником комфорта и вдохновения. Почему бы просто не порадовать себя полезной обновкой? Большой ассортимент новинок для вашего гнездышка можно присмотреть в Туркеве. Там есть все для того, чтобы создать уют и подарить новую жизнь любой квартире. Обращаться по адресу Санкибай-Батыра, 24Т, Туркеви. И торговый дом Мегашегы с 3-й блок, нулевой этаж, бутик 77, Даби. Санкибай-Батыра, 24Т, Туркеви. Знаете ли вы, почему пятница сегодня чудесна еще? Наверное, многие из вас не знакомы со всемирным днем художника, который отмечают ежегодно 8 декабря. То есть в эту пятницу, сегодня. Люди совершают одну из величайших ошибок, считая, что художники в общем и целом все выдумывают. Всем известно, что художники замечают вещи, которые обычные люди не замечают. Но также они видят вещи странные и невероятные, которые действительно существуют. Если среди ваших знакомых художники, если да, то смело поздравляйте их сегодня в День художника. О других событиях на 8 декабря в рубрике «Далее». 8 декабря отмечается Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией искусства народов мира. Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века. Так что единого мнения о дате в профессиональном обществе пока не сложилось. Но, наверное, это и неплохо. Пусть будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь. День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник для всех любителей прекрасного. В профессии художника тысячи лет еще древние люди создавали картины на скальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня. Профессиональный праздник – День работников радио и телевидения Кыргызской Республики установлен постановлением правительства республики о 23 октября. Дата празднования 8 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1958 году, вышла в эфир первая телевизионная программа на Кыргызском телевидении. Постановлением исполнительного комитета Кыргызской СССР был создан Республиканский комитет по радиовещанию при управлении связи республики. А в мае 1932 года он был передан в ведение Центрального исполнительного комитета Кыргызской СССР. Комитет организовывал и координировал радиовещания на всей территории республики, контролировал идейно-политический уровень, художественное и техническое качество передач, осуществлял развитие материально-технической базы, распределение радиосети и подготовку кадров. Студенческая молодежь в Болгарии отмечает свой праздник День студента также 8 декабря. Эта дата связана с историей Софийского университета имени Климента Архицкого. В 1903 году, когда Софийский университет был единственным в Болгарии высшим учебным заведением, Академический совет решил объявить, что 8 декабря – патронный праздник университета. По церковному календарю именно тогда отмечался День святого Климента Архицкого. Климент Архицкий был одним из пяти спасшихся в Болгарии учеников святых братьев Кирилла и Мефодия. В этот день высшие учебные заведения во всей Болгарии закрыты, и студенты празднуют свой праздник в шумных компаниях. По нами День матери, который отмечается также 8 декабря – один из главных и важных праздников в году. По этому случаю многие люди находятся не на своих рабочих местах, а дома, в кругу семьи, и готовят мамам настоящий праздник, окружая их теплом, заботой и любовью. В этот день все вертится вокруг мам, и тем не менее, традиции празднования этого дня очень сильно зависят от каждой конкретной семьи. Но одно остается неизменным – этот день несет лишь радостные эмоции, ведь главная его цель – отдать дань уважения маме, самому главному человеку на Земле. Многих в этот день волнует вопрос о том, как и благодаря кому появился этот праздник. Именно по этому поводу нет однозначного мнения, есть лишь множество версий. В разных культурах, в разных странах День матери празднуется в разное время. В зависимости от культуры и страны День матери отмечается и в соответствии с местными обычаями. Мы продолжаем наш утренний эфир 8 декабря в студии Анастасия Ивахтенко. Сегодня в календаре еще одна очень важная дата для нас, слушателей и коллег «Октоберадио». Мы поздравляем с днем рождения всех, кто знает, слушает и работает на «Октоберадио». Включаем волну 101.4 FM. Сегодня эфир праздничный. Звоните, делитесь своим настроением, поздравляйте ведущих. А мы ждем гостей в студии, поговорим об истории и о современном радио нашего города. Как вы поднимаете свое новогоднее настроение? Многие улицы и витрины уже начинают украшать, а ощущения праздника вовсе нет. Но мы уже готовы подарить вам частичку новогодней атмосферы в нашей студии. А что может быть приятнее, чем запах мандарина в сочетании с хвоей, когда рядом нарядная елка? Кстати, можно уже сейчас закупить мандарины в супермаркете «Анвар». Они там по самым выгодным ценам и в большом ассортименте. Напоминаю, что сейчас в супермаркете «Анвар» мандарины по цене 499 тенге, также по цене 499 тенге киви и груши по 950. Торговой сети «Анвар» 30 лет. Эту осень мы проводим вместе с любимым «Якобс». На этой неделе со скидкой 35%. Кофе «Якобс Монарх Растворимый» 95 грамм. Всего за 1333 тенге. День рождения наш, а скидки для вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А мы продолжаем наш эфир. И сегодня у нас 8 декабря, день рождения «Октоберадио». И поговорим мы об этом с нашим гостем Сергеем Довголюб. Он у нас директор «Октоберадио». И хотелось бы, наверное, начать с первого вопроса. Начнем сначала. Как вы пришли на радио? С чего начался ваш путь? Доброе утро. Мой путь на радио был довольно-таки тернист. То есть я учился тогда в университете Жубанова на журналиста. И нам предложили попробовать себя на радио. И получилось так, что у нас человек 10 пошло посмотреть, как мы там читаем, что-то там умеем делать. В итоге в течение двух часов почему-то выбрали только меня. И я еще две недели проходил стажировку. Точнее, там был еще один молодой человек. И между нами двумя выбирали, кто, наверное, самый умный, красивый. По каким критериям вы выбирали? И перспективный. Не знаю, по каким критериям, но в итоге выбрали меня. И вот моя трудовая деятельность на радио началась с этого. То есть я сперва был обычным стажером, потом я журналистом. Через какое-то время стал руководителем службы информации. Еще спустя какое-то время, там, несколько лет, меня поставили программным директором. И сейчас я уже исполнительный директор «Октоберадио». Вы мне сказали, сколько лет. Ну, когда это было? Я, ну, официально, если брать, то я работаю на радио с 2002 года. Это 21 год. И, ну, дело в том, что я, будучи студентом, уже бегал по радиостанциям и пытался помочь другим набраться опыта. И, ну, по крайней мере, меня, я думаю, уже заметили и сделали выводы, что я все-таки в будущем неплохой радищик. Сегодня день рождения «Октоберадио». Хотелось бы узнать, как ранее вы праздновали этот день и как планируете его праздновать сегодня? Ну, нам исполнилось 24 года, и мы каждый год старались как-то удивить своих радиослушателей. То есть проводили всякие викторины, викторины, которые длились либо там две недели, либо однодневный марафон, который длится там с утра до вечера. Приглашали гостей в эфир. Но мы заметили такую традицию, что люди звонят нам в эфир, пишут сообщения, хотят нас поздравить. Даже бывает такое, что присылают сообщения с поздравлениями, мы им пишем спасибо, но не зачитываем в эфир, но мы думаем, что это лично, а потом люди обижаются, на следующий день звонят и говорят, а почему вы не прочитали наши поздравления в эфире? В итоге мы решили немного отойти от традиций обычных викторин и раздачи подарков. Мы решили все-таки сконцентрироваться на поздравлениях и, соответственно, дарить подарки за поздравления. Но сразу... За самые креативные поздравления. Обязательно, да. Но мы решили тоже сделать это не однодневным мероприятием, а сделать именно проект. У нас впереди куча праздников, День независимости, в конце концов, Новый год. И вот мы этот проект запускаем 8 декабря и продлится он до 31 декабря. Мы будем принимать сообщения, поздравления в текстовом варианте, как аудиосообщение в течение всего этого времени на наш WhatsApp. И уже 31 декабря, в зависимости от того, сколько придет поздравлений, привет и так далее, мы в новогоднюю ночь все это будем в эфире озвучивать, либо включать, если это аудиосообщение. Ну и, соответственно, самые креативные обязательно получат от нас новогодние подарки. Какими способами на сегодняшний день можно услышать эти поздравления? Только через радиоприемник? Или где еще? Ну, мы вещаем, можно сказать, везде. Если есть желание, можно послушать почти везде. Ну, кроме, наверное, телевизора. Ну, если он подключен к интернету, то можно и там послушать. Ну, то есть на телефоне на сегодняшний день можно спокойно слушать радио? Если вы находитесь в нашем городе, то достаточно подключить наушники. И почти в каждом телефоне, смартфоне есть радиоприемник, и там можно настроиться на частоту 101.4 FM. К тому же мы вещаем почти во всех радиоприложениях, в радиоприложениях, где есть там закладка «Октоба радио». То есть включаете, то есть интернет. Если у вас есть интернет, вы можете спокойно послушать. Вы можете послушать в любом приложении. Вы можете послушать в браузере, если вы зайдете на сайт rikotv.kz. То есть у нас там тоже есть вкладка «Прямой эфир». Все, что у нас происходит в прямом эфире, спокойно можете послушать. То есть я думаю, что не у каждого сейчас есть приемник, особенно дома. Поэтому, пожалуйста, телефон берите или компьютер включайте, и спокойно можете послушать. Как вы думаете, какие перспективы у радио сегодня, как у средств массовой информации? Вы знаете, одно время, лет 5 назад было такое мнение, что радио пришел конец. То есть с наступлением интернета все радио угасло, все теперь радио не будет существовать, то есть конкуренцию мы не выдерживаем. Но прошло уже 5 лет, и многие понимают, что все-таки именно радио заняло свою нишу, с которой нас, наверное, очень сложно сковырнуть, а может быть даже и невозможно. Дело в том, что, как мы знаем, садимся в машину, и достаточно нажать две кнопки, и вы уже настроились на любую радиостанцию, в то время как в телефоне надо совершить достаточно много манипуляций, чтобы найти там радиостанцию. К тому же мы вещаем в прямом эфире, и мы стараемся быть всегда актуальными. То есть что вы не сможете сделать в интернете? Например, вы включаете там подкасты, или там тот же YouTube, сейчас многие слушают, не смотрят, а слушают. То есть это запись, которая была сделана год назад, может быть, две недели назад. Мы же вещаем в прямом эфире, и вы можете, включив там каждый час, у нас на 20-й минуте идет прогноз погоды. То есть вы можете услышать, что будет там по погоде сегодня днем, после обеда, или там вечером, или на следующий день, или даже то, что творится за окном сейчас. К тому же у нас есть новости. Наша радиостанция отличается тем, что мы сейчас в данный момент являемся единственной городской радиостанцией. И мы делаем все-таки акцент именно на городских новостях. То есть вы включаете новости на «Ктубрадио», и там звучат именно местные новости, то, что там произошло не только, например, в нашем городе, но, например, по области. Дело в том, что мы знаем, что у нас город быстро растет, у нас очень много приезжих с районов, у которых все-таки там остались родственники в районах, там знакомые и так далее. То есть мы не ограничиваемся именно новостями города. Но если дороги перекрывают, мы сто процентов об этом говорим. То есть вот сегодня ночью у нас перекрывали дороги. Мы не только в новостях об этом говорили, то есть музыкальные ведущие выходили в эфир и говорили, вот, ребята, закрыта дорога, трасса междугородняя между Ак-Тубей и границей с Россией. То есть я думаю, что на других радиостанциях, которые сейчас вещают в нашем городе, они все-таки республиканские, такой информации нет. То есть она, да, может быть, и интересна эта радиостанция, но они все-таки настроены именно на всю страну. Да, а мы все-таки, наш приоритет – это октябинцы. Октюбинцы и гости города. Вот и все. Спасибо большое за ответ. Хотелось бы еще, знаете, узнать по поводу сотрудников. Вы сказали, что вы работаете 21 год. В большинстве своем в штате есть такие еще работники, которые работают почти с самого основания Ак-Тубей радио? Ну, почти, да. А сколько с самого основания? Это наш директор, Наталья Глебовна-Бондровская. Вот она основала, и она директор до сих пор. Может быть, благодаря ей мы сейчас и вещаем. Дело в том, что в городе раньше было больше городских радиостанций, но именно, может быть, благодаря ее руководству мы еще не перешли на ретрансляцию других радиостанций, а именно остались в городской, где работают сотрудники, и продолжаем гнуть свою линию городскую. Выдержали конкуренцию. Да, да, да. А насчет именно непосредственно сотрудников, которые делают эфир, если вы сейчас включите радиостанцию, то вы услышите нашего музыкального ведущего Виталия Мироненко, который работает уже 22 года. Он на год к мне раньше пришел на радиостанцию, ну, в силу того, что он старше меня. За такой срок, на самом деле, голос уже действительно узнаваемо устает. Вы знаете, что его по голосу реально иногда узнают. Ну, интересно просто. Мы как-то ехали с ним в общественном транспорте и разговаривали, и рядом супруга его стояла и сказала, вы знаете, на вас все смотрят. Видимо, по голосу уже все узнали вас, по голосам. Так что, да, по голосам нас узнают. Спасибо большое за ответ. Еще бы хотелось узнать, раз уж мы заговорили про сотрудников. Например, кто-то захотел поработать на радио. Захотел и пришел к вам. По каким критериям его будут отбирать? И вообще, что необходимо уметь? Какими талантами нужно обладать, чтобы попасть к вам на радио? Ну, периодически к нам приходят люди с просьбами взять на работу. Да, я прошу прежде всего рассказать о себе. Но я когда слушаю рассказ о себе, я слушаю, как он говорит, что он говорит. Я обращаю внимание на его дикцию. Просто иногда люди приходят устраиваться на радио, имея кучу дефектов речи. Я не логопед, я их исправить не могу. Но я могу помочь немного поставить дикцию, немного исправить голос. И плюс еще интеллектуальное содержание. То есть, если человек не читал книжки, словарный запас очень-очень даже, я бы сказал даже, что его иногда нет. То есть, от слова «здравствуйте» и «до свидания» у него там просто односложные какие-то ответы или там просто речи. Должна быть разнообразной. Она не только разнообразна, она должна быть интересной. Она должна именно быть интересной радиослушателю. Потому что людей много, но у тебя должна быть харизма, которая заставит радиослушателей остаться на волне «Октоберадио» и слушать именно вас. Я думаю, что любой человек может сказать «погоду» или там любой человек может прочитать, ну или многие там могут прочитать текст с листа. Заранее заготовленный. Но его надо приготовить, да. То есть, надо подготовиться к этому. А, к сожалению, мало кто готов в данный момент сделать это качественно и красиво. То есть, отбор достаточно сложный. Голос, речь, словарный запас. Ну, и вообще, у человека должна быть харизма. А вот дело в том, что бывает, когда приходит, и вроде бы голос хороший, но человек неинтересный. Ну, как и там. Я его даже забуду через 15 минут, я с ним поговорю и забуду, кто он, что он. Вот. Но у нас есть люди, которые, вот я же говорю, они цепляют, там, с ними поговорил минут 15, и уже все, и ты думаешь, нифига себе, хороший человек. Приходи к нам на радио. Даже если у меня в данный момент, как бы, нет места на радио, я обязательно беру контакты, и когда появляется, без проблем. Почему бы нет? Но сразу говорю, что мы в эфир не выводим сразу. То есть, пришел молодой человек, я говорю, вот эту кнопку нажмешь, в эфир выходишь. Нет, он еще где-то, ну, месяц должен сходить, приходить почти каждый день, стажироваться. Мы занимаемся речью, мы занимаемся технической, именно изучением техники, и плюс человек учится писать связки, погоду, там, говорить сигналы точного времени, потому что это тоже немаловажно. Красиво сказать «Здравствуйте, в Актобе полдень». Спасибо большое, Сергей. Напоминаю, дорогие телезрители, сегодня в гостях у нас Сергей Довгалюк, исполнительный директор Актобе радио. Актобе радио сегодня исполнилось 24 года, а мы не переключаемся, через пару минут в эфире следующие гости. Субтитры подогнал «Симон» Мы продолжаем наш эфир. Далее у нас в гостях руководитель Центра музыкального творчества Камертон Александр Сергеевич Перекоренко. И лауреат гран-при конкурса «Живая струна» Эвелина Нурманова. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы немного услышать поподробнее про конкурс, который прошел совсем недавно. Когда, где, во сколько? Это был второй городской конкурс, называется он «Живая струна». Он проходил 3 декабря у нас в Центре Камертон. Он уже зарекомендовал себя именно как конкурс гитарной песни и гитарного творчества. У нас первый конкурс пошел в этом же году, в мае месяце, и он был практически между учениками Центра Камертон. Сейчас он уже стал городским. У нас в этом конкурсе было 73 заявки. Даже была возможность подавать заявки онлайн. Тоже их было несколько. Одна даже была заявка из Липецка. Ну, вот. Непосредственно 73 заявки, это 73 участника? 73 участника. А расскажите еще, пожалуйста, подробнее. Вот вы сказали, конкурс зарекомендовал себя как гитарный. То есть другие инструменты не принимали участие? Нет, это именно гитарный конкурс. Мы задумывали его сделать только, чтобы у нас была возможность музыкантам и гитаристам нашего города где-то себя показать. Особенно молодому подрастающему поколению. Какие номинации были на конкурсе? Была гитарная песня и классическая гитара. И, соответственно, каждая номинация делилась по возрастам. Интересно. А жюри, то есть непосредственно по каким критериям выбирали среди участников победителя? Ну, во-первых, это техническая составляющая, как играет, насколько подготовленное произведение и подача материала. А жюри сами это жители нашего города, наверное, тоже в прошлом. Те, кто играли на гитаре, правильно я понимаю, просто в целом? Не в прошлом, а в настоящем. Да, у нас председателем жюри был Анатолий Усов. Это автор-исполнитель. Также он кандидат наук. Имеет звание Человек года в Тюбинской области. Доцент. Он играет на семиструной гитаре. Пишет собственные песни. Алексей Валеев. Это лауреат многих международных фестивалей. Бардовская песня, авторская песня. Также он артист народного коллектива «Барт-клуб Рюкзак». И третьей жюри у нас была Гончарова Анастасия. Это педагог по фортепиано. Также лауреат многих конкурсов. Она как раз-таки обращала внимание на подачу материала, как классический музыкант. Участникам было достаточно сложно, наверное, с таким-то жюри произвести впечатление. Хотелось бы еще узнать, какие произведения в большинстве своем выбрали участники. Возможно, даже пускай Эвелина скажет от себя, какое она выбрала произведение. Бардовские песни. Я сразу на бардовские песни. Я смотрела только на бардовские, потому что другие песни, мне кажется, там... Сложнее показать весь потенциал. Потому что вот в этом жанре, как бардовская песня, там есть возможность показать и техническую сторону, что-то, если более сложное. Также сам смысл песни, он более глубокий. Да, вот так бы я сказал. Интересно, глубокий. Хотелось бы еще, знаете, узнать более подробно. Опять-таки, про других участников. То есть все выбирали только бардовские песни или были еще какие-то другие? Нет. Я бы сказал, что было 50 на 50. Была также у нас классическая гитара, где ребята играли, как и классические произведения. Это был и бах, это были обработки Иванова Крамского, это Мауру Джулиани, Матео Каркаси. И также и аранжировки на популярную музыку. Например, Битлз. Сложно, да? Да, но ребята показали себя классно. Вообще все было замечательно. Победителей было не так много, как хотелось бы. Потому что жюри отбирали не только тех, кто хорошо сыграл, а тех, кто сразу видно, что он сможет выйти и выступить. Актерское мастерство, артистизм. Плюс, насколько он уверенно себя чувствует перед зрителем. Так как ребята делились на группы, и прослушивание проводили мы в 4 этапа. И каждый раз их было где-то около 20 человек, плюс жюри. Они друг друга слушали, анализировали, кто как играет. Это было сложно. Конечно, даже я сидел и переживал, мне кажется, больше за своих ребят, чем они. А в дальнейшем на новый 2024 год планируете ли вы проводить такие мероприятия? Обязательно, обязательно. И я пока не буду говорить о планах, конечно, но хочется, чтобы «Живая струна» превратилась во что-то большее. А конкурсы ранее, вот в прошлом году, он тоже проводился или впервые? В этом году мы провели два конкурса. В мае месяце и также вот в декабре. В мае 6-7 мая это было, в декабре 3 декабря. И с галоконцертом сегодня, 8 декабря, мы проведем еще галоконцерт победителей. Хотела бы, да, поподробнее можете пригласить, так скажем, телезрителей на концерт, который пройдет сегодня. В городском Доме культуры состоится этот концерт сегодня, в пятницу, в 7.30 вечера. Вход тысячу тенге. Приходите поддержать. Приходите, мы вас ждем. Эвелина, хотелось бы еще у вас узнать про, в целом, что у вас мотивирует играть на гитаре, потому что не вся молодежь на самом деле приходит к творчеству, к музыке. А почему выбрались, сделали такой выбор? Вообще изначально мне дядя, я ему показала видео, то, что там девушка очень красиво играет на гитаре. И на день рождения он мне подарил гитару. А я вообще об этом не задумывалась. Вообще даже мысли об этом не было. И мне подарили гитару, и я решила ходить на занятия. Это сколько лет, получается, вы уже в музыке? Ну, уже почти три года. Спасибо большое. А ваш выбор, ваш путь в музыке, когда он начался, как долго он уже длится? Почему вы решили организовать вокруг себя такое количество людей и привязать их тоже к музыке? Ну, начал я заниматься серьезно, вдумчиво, серьезно лет в 14. А вот преподавать начал я уже с 20, то есть уже с 14 лет преподаю. Почему я их вокруг себя так собираю? Мне это нравится. Атмосфера. Атмосфера, да. И мне нравится видеть, как у ребят с каждым днем, с каждым месяцем растет уровень. И это же прекрасно. Я всегда своим ребятам говорю, как мне хочется идти в понедельник на работу. Наверное, не у всех так получается, конечно, но я этому рад, что так все складываю. Музыка – это прекрасно. Эвелина, а с каким именно произведением больше всего вам нравится работать, так скажем? Ну, бардерские песни. Вот как я начала их петь, вообще играть, у меня сразу бардерские песни. А в целом, любимая есть какая-нибудь определенная композиция? Ну, не знаю. Много, наверное, их просто. Много, да. Много. Вы пришли сегодня с гитарой. Я так думаю, я так понимаю, что вы хотите нам что-нибудь исполнить, поэтому мы даем вам разрешение, хотим вас послушать. Песня. 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 Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот. Одинокая лодка моя, рассекая волну, плывет. Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот. Одинокая лодка моя, рассекая волну, плывет. потому что прям слушаешь и хочется в этом голосе утомить на самом деле а вы только гитары занимаетесь или голосом вокалом тоже голосом нет только гитарой очень-очень теперь понятно почему вы получили гран-при в целом наверное хотелось бы еще услышать об эмоциях которые вы испытывали во время конкурса в целом что вас наполняла сначала было очень страшно сидела я вот так вот нет вообще трясло а потом когда я узнала гран-при у меня был такой шок потому что александр сергеевич сказал то что гран-при еще никто не получал я получила для меня это вообще были эмоции большая молодец то прям очень такой большой труд на самом деле вот и интересно творчество музыка это на самом деле очень интересное спасибо вам вам спасибо большая за то что вы как яп понимаю это больше учениться это тоже большой труд дорогие телезрители напоминаю что сегодня в гостях у нас был организатор конкурса живая кисть перри кор search współ take a cu и точно так ладно дорогие телезрители напоминают что сегодня в гостях у нас был организатор конкурса живая Струна, Перекоренко Александр Сергеевич и участница Авелина Нурманова, притом еще победитель гран-при. А нам пришло время прощаться. Или им нужно сказать «до свидания», чтобы они сказали тоже? Им нужно сказать «до свидания»? Нет? Окей, тогда сейчас. Я заново полностью скажу. Дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня в гостях у нас был организатор конкурса «Живая Струна» Перекоренко Александр Сергеевич и участница «не посреди средства» победитель гран-при Эвелина Нурманова. А нам пришло время прощаться. До скорых встреч. Всем хорошей пятницы и хороших выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok